Я просто поражаюсь зодчим, которые возвели этот храм. Потрясающе. Сколько же они любви вложили к Богу и сохранено. Но была вера в народе, и есть вера в народе, она остается, но нужно, чтобы каждый мог определиться, с кем мне дальше идти и до чего я живу, почему это происходит со мной, что делать дальше. Мы все, как овцы, блуждали. Дорогу к счастью искали. Зов. Помните, да? Когда Адам согрешил, и Бог возвал. Адам, где ты? И вот он все время ищет человека, взывает, где ты человек, куда ты прячешься, люди убегают. Поэтому вечный зов, мне кажется, отражает мысль, цель газеты. Потом название такое известно. Вы вызываете к людям, где вы? Где мы хотим с вами говорить. Да. Берем факты. Вот, например, факты даже семейной войны. Берем факты. По данным МВД России, сколько, значит, чего происходит, сколько смертельных случаев в результате каких-то семейных ссор. Два миллиона детей избиваются родителями. Два миллиона детей ежегодно в России избиваются родителями. Многие до смерти. Две тысячи кончают, представляете, две тысячи детей кончают жизнь самоубийством. Ну, как эту тему нам не затронуть? И мы вновь будем обращаться к этой теме. Тем море. Сергей, в прошлый раз ты сказал, что поэтописников тебе осталось 25%. Так много? Тебе газеты? Да. Ну, это так условно, конечно, я все разделил. Вот это вот печатное слово, оно имеет колоссальнейшую силу. Колоссальнейшую. И если кто-то не желает читать Библию, что она ему непонятна, то он может почитать мнение авторитетных людей, верующих в Бога. Или какие-то материалы написаны, ну, доступны на его уровне языком. И вот почему я верю, что газета, она свою роль сыграет, что это пища, которая сейчас необходима, что пройдет какое-то время, и мы достигнем самой низкой точки нашего падения, и тогда мы заберем Богу. Это будет вопль. Это не будет молитва такая. Помоги мне просто, чтобы я продолжал грешить. Стань моим врачом, моим личным врачом. Иисус, Иисус, стань моей опорой, защитой, плечом. Иисус, Иисус, все тебе отдам, ты меня извиняешь. Иисус, Иисус, укажи дорогу искромешной ночи. Иисус, Иисус. Аминь. Собственно, через песню я его веровал. Через песню, мне показалось, через исцеление. Стань моим врачом, моим личным врачом. Да, через песню, которая меня исцелила и которая мне открыла Господа исцелителем. Сергей, как? Более подробно, как это было? Это такое стечение обстоятельств, на первый взгляд. Никакой логики в этом нет. Но через какие-то такие испытания жизненные, через какие-то потери, через переживания, разочарования, злоключения пришел я к Господу, который ощущал всю жизнь интуитивно, чувствовал, знал, что есть высшая сила, искал ее. И, собственно, песни начал писать для того, чтобы как-то помочь людям в этой трудной жизни. Но ощутил, что это в корне человека изменить не может. То искусство, которое я пропагандировал, проповедовал. И все равно какое-то чувство чего-то невыясненного, несказанного ощущалось в моей душе. Чего-то большего, для чего я рожден. Что случилось с того, не воротишь назад, облетали деревья, с тоски до обиды. Приносил почтальон письма мамы назад, адресат не живет, адресат у ты выбыл. Его компас сломался, стал югом восток, и сейчас он от мамы, как прежде, далеко. Это ветер судьбы, носит желтый листок, он от ветки родной оторвался до срока. Он с тех пор где-то бродит, все бродит, все бродит по свету. Плотный сын Ищи счастье, от счастья, от счастья, от счастья все нету. Я человек счастливый и несчастный. Я достиг того, чего хотел. Мои песни зазвучали, и по стенке выходили. Ну, слава Богу. Я не жалуюсь, что у меня пели Леонтьев, и Пугачева, и София Ротару, и Аллегрова, и Добрынин, и кто только не пел. Но это, по большому счету, мне счастья не принесло. Когда ты ездил с форумом по стране, ты тогда был верующим или еще нет? Ну, в общем, можно сказать, что я был близок к Богу. Я даже читал со сцены стихи. Даже сейчас, может быть, на память я прочту стихи. «Сияет солнце в небе чистом». Атеистом, наверное, Бог зажег свечу. Я не хочу быть атеистом и верить в Маркса не хочу. Это был, знаете ли, 1985 год. И я читал со сцены вот такие стихи. Ну, чисто интуитивно верую во Христа, но, кстати, не был я его церковлен. Не ходил я в церковь, не исповедовался, не причащался. Было просто ощущение того, что есть Бог, и что Он каким-то образом участвует в моей жизни.